Добрый вечер. Депутат полиции Брестов, депутат Горния, Сурганска. На сегодня мероприятие по проверке массовой проверки граждан, состояние выявления признаков пьянения. Документы, пожалуйста, достаньте, водительское. В этот день на Сургутской возникла пробка. Массовый рейд подразумевает проверку каждого транспортного средства в потоке. И так на протяжении нескольких часов. Ответственные автолюбители отнеслись с пониманием, ведь речь идёт о безопасности всех участников. Думаю, что нужно. А почему? Ну как почему? Для безопасности. Крупный штраф, лишение права управления авто и уголовная ответственность звучит устрашающе, но по-прежнему не для всех. С начала года нарушить чуть ли не главное правило безопасности движения решились около 80 нефтеюганцев. Ещё 19 сели пьяными за руль второй раз. За истекший период произошло 27 дорожно-транспортных происшествий данного вида, из которых в 6 ДТП погиб один человек, и 9 человек получили телесные повреждения. Остальное 21 дорожно-транспортное происшествие с механическими повреждениями. Самыми небезопасными дорогами в Нефтеюганске, по данным полицейских, являются три улицы. Это Сургутская, Объездная и Набережная. Именно на них чаще всего случаются аварии с участием пьяных водителей. Преимущественно выходные дни. Для Нефтеюганска у нас пятница, суббота и воскресенье. Это вечернее ночное время, как сейчас мы проводим. То время, когда в основном люди возвращаются из прилегающих населённых пунктов, которые до этого употребили и после этого совершают дорожно-транспортное происшествие, сопутствующим фактором которого является состояние опьянения. За несколько часов масштабного рейда пьяных водителей не выявлено. Но профилактическая акция вскрыла и другие нарушения. Например, недопустимая тонировка, отсутствие страховки. Один автолюбитель не имел права управлять авто. Всего сотрудники госавтоинспекции проверили более тысячи водителей Нефтеюганска.